Шокирующая новость пришла сегодня из Киева. Там убит наш коллега, журналист Павел Шеремет. В прошлом он работал на Первом канале. Сначала был корреспондентом в Белоруссии, затем ведущим в Москве. После были другие российские, а в последние годы украинские СМИ. На очередной радиоэфир он ехал этим утром по Киевским улицам. Маршрут прервал взрыв. Бомба была заложена прямо в автомобиле. В спецслужбу изучают видеозаписи момента взрыва и надеются на помощь ФБР. С места событий репортаж Алены Германовой. Эти кадры с камеры видеонаблюдения сейчас изучают в украинской полиции. Сбука взрыва не слышно, но отчетливо видно, как автомобиль буквально разлетается на куски. Прохожие в шоке, боятся подойти. Чудом никто из них не пострадал. Спустя мгновение очевидцы пытаются помочь водителю. Мы просто видели, что идет дым. То есть машина сразу не загорелась. После этого мы резко собрались и выбежали посмотреть, что происходит. И уже люди сразу вытаскивали человека. Он уже был без сознания. Открыли люди дверь водительскую. Водительскую не могли открыть. Открыли пассажирскую заднюю. Пытались его достать. Кое-как его достали. Приехала скорая и сразу забрала. Скорая приехала очень быстро. Буквально за пять минут. Потом пожарные приехали. И все. Тело Павла Шеремета едва успели оттащить от машины. Как она вспыхнула. За считанные минуты автомобиль выгорел полностью. Это самый центр Киева. Пересечение улиц Богдана Кмельницкого и Ивана Франко. Сейчас здесь все отцеплено. Работают эксперты движения перекрыто. Автомобиль, которым ехал журналист Павел Шеремет, двигался по этой улице. Остановился на перекрестке, чтобы пропустить другую машину. В этот момент и прогремел срыв. А он ехал со второстепенной. Но ехал так, как будто он куда-то спешил. А когда он остановился, увидев, что я стою на главной и собираюсь поворачивать налево, в этот момент произошел взрыв. 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 Взрыв был из-под машины. Детали аж полетели. Потом люди начали кричать. Уже известно, что машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» и гражданской жене Шеремета Алене Притули. Ее самой в момент взрыва в машине не было. Впрочем, вряд ли в нее метили убийцы. То, что именно Шеремет ездил на этом автомобиле, знали все. И соседи, и коллеги. Это была машина нашего руководителя, руководителя издания «Украинская правда», многолетнего его редактора Алены Притулы. И Шеремет на ней каждое утро отправлялся на утренний эфир «Радио Вести». На Украине Павел Шеремет жил последние пять лет. Работал исполнительным директором «Украинской правды». Вел авторские радиопередачи. Накануне его голос в эфире слышали в последний раз. Ну, а мы с Таней прощаемся с вами до завтра. Услышимся с вами в 8 утра. Поставим вам в конце нашей сегодняшней программы, нашего партизанского шоу, песню «Киевские улицы». Как и пообещал слушателям, Павел Шеремет этим утром собирался в редакцию, сел в машину, отъехал от дома, а уже через 200 метров взрыв. Коллеги эфир начали без Павла, думали, опаздывает. А через полчаса, едва сдерживая слёзы, им пришлось сообщить новость, от которой сами были в шоке. Не хочется в это верить. Мы соболезнуем его семье и знакомым. Нам будет очень грустно без него. Ему было всего 44. Родился в Беларуси и какое-то время работал там собственным корреспондентом ОРТ. В своих материалах часто высказывал оппозиционную точку зрения, считался противником политики президента Лукашенко. В своё время даже был приговорён к двум годам лишения свободы условно и к году испытательного срока. Задержали Шереметов в июле 97-го во время съёмки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе. Съёмочная группа ОРТ, заблудившись, случайно натолкнулась на белорусско-литовской границе на контрольно-пропускной пункт с литовской стороны. Однако на нём не было ни одного солдата и никто не препятствовал переходу государственной границы. Его обвинили в незаконном пересечении госграницы, а также в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. На защиту Шеремета тогда встали российские власти. Президент Борис Ельцин даже не пустил в Россию Лукашенко, отказался предоставить его самолёту в воздушный коридор. Он пусть сначала Шеремет нам пустит. Вот сюда. В белорусской тюрьме Шеремет просидел в общей сложности три месяца. Его оператор Дмитрий Завадский позже был похищен в июле 2000-го. Он выехал в аэропорт Минска, чтобы встретить Павла Шеремета, и больше его никто не видел. Сам Шеремет после освобождения из белорусской тюрьмы работал специальным корреспондентом программ «Новости и время». Борис Ельцин был ведущим еженедельной итоговой программы «Первого канала». Снимал документальные фильмы. С 2008 года начал сотрудничать с другими российскими СМИ, а потом переехал на Украину. Здесь это не первый случай гибели журналиста. Так, в апреле прошлого года Олесь Бузина был застрелен у своего дома. Правда, в отличие от Бузины, Павел Шеремет против украинских властей открыто не выступал. Поэтому кто мог желать смерти журналисту, пока непонятно. За помощью в расследовании президент Порошенко обратился к ФБР и Европолу. Я очень надеюсь, что уже завтра или послезавтра наши коллеги, иностранные коллеги приедут для того, чтобы нам помогать в расследовании. Сейчас пока рано говорить о каких-то направлениях следствия. Открыто уголовное производство, умышленное убийство. Это дело чести, потому что мы должны понимать, кто хочет дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Версии убийства журналиста пока две. Причем его профессиональная деятельность не главная. Основной упор делают на версию иностранного вмешательства. В публикациях и комментариях украинской власти в убийстве Шеремета, к слову, российского гражданина, подозревают Кремль. То, что за помощью в расследовании обратились к иностранным, прежде всего, американским коллегам, вряд ли случайность. Российский след – это традиционный шизофренический эскапада в исполнении украинских политических кругов. У них и солнце не встает или, наоборот, заходит чуть-чуть раньше, только потому, что так решил Владимир Путин. Ну, то что можно сказать. Кого бояться, на того все и сваливает. При убийстве любого журналиста, целенаправленном, а не случайном, всегда преследуются три цели. Во-первых, отомстить ему лично, во-вторых, заткнуть ему рот и запугать его коллег, а в-третьем, если получится, еще и переначать курс СМИ, в котором он работал. Украинскую правду кто-то очень жестко и бескомпромиссно с кровью предупредил. Гражданская супруги Павла Шеремета Алене Притуле предоставили охрану. Их коллеги по украинской правде сейчас вспоминают, журналистам издания угрожали. В последнее время были эти нападки на украинскую правду. Я не знаю, связано ли как-то или нет, но можно провести какую-то тенденцию. Возможно, просто кто-то захотел воспользоваться в ситуации. Но нападки действительно были. Алена Притула и Павел Шереметов, они говорили о том, что за ними следили, и они жаловались на слежку за собой. Это было зимой, осенью прошлого года, когда в том числе мы подвергались атакам со стороны разных людей. В том числе были предупреждения Сергея Лещенко, мне. И на то, что действительно Алена и Павел обнаружили слежку. В память о погибшем журналисте в редакции украинской правды и на место взрыва. Сегодня весь день несли цветы и свечи. В эти минуты траурная акция проходит и на Майдане.